Мудрец произнес простую фразу, что человек должен приобретать и знание, и мудрость. И когда его спросили, в чем разница, он ответил, знание достигается чтением книг, а мудрость – чтением той книги, которой являешься ты сам. Да. Что я за книга такая? Скажите, пожалуйста. Жизнь. Книга жизни. Да? Опыт. Это и есть я? Да. Что значит читать эту книгу? Не забывать, вспоминать, понимать, как ты живешь. Она же, получается, написана во мне, эта книга, да? Она пишется в себе, твоей жизнью, но проникаться и понимать ее можешь только ты, если будешь ее листать. Очень красиво. С одной стороны, здесь сказано чтение, вы только что сказали «пишется». То есть что значит писать эту книгу во мне? Писать – это то, что я сам пишу ее. Каждый день, ежеминутно, в каждое мгновение я решаю какие-то проблемы, задачи перед собой и принимаю их к действию. То есть принимаю решение? Да. И вот здесь вот мне необходимо просто понимать, как это все происходит. Какое правильное, какое неправильное? Да. Вот если это книга, которую надо читать, какое правильное решение? Я же там записываю, какое было у меня правильное. Я должен продумывать, что я делаю, что мне необходимо, для чего и как принимать решение и действовать. Тогда скажите, пожалуйста, как принимать решение правильное? Правильное решение я должен принимать так, как будто они последние, окончательные и не дадут возможности переиграть. То есть вы не даете право на ошибку вообще? Вы как бы говорите «вот это твое решение и все». Как ты будешь исправлять эти ошибки? Нет работы над ошибками? Нет. Сейчас принимаю решение и все. Да. Чем пишется эта книга? Книга жизни. Книга жизни пишется сомнениями и кровью. Да. Кровью – это значит страданиями, которые я… Конечно. Да? То есть она вся, я так страшно скажу, в крови эта книга? Да. То есть в моих страданиях, в том, что я прошел и прошло человечество, это моя книга? Да. Так мы живем уже тысячи лет. Это правильное описание такое, да? Иной записи нет. А иной записи нет? То есть так и должно было записываться? Да. То есть я ни о чем не сожалею, ни о чем, что происходило, о всех этих страданиях, которые были страшных, самых страшных. Это все необходимо было, получается? Да, да, да. Чтобы записать книгу. Скажите, пожалуйста, какие в ней последние строчки? К чему она подводит, эта книга? Она подводит к тому, чтобы мы раскрыли еще шире глаза и четко посмотрели на мир. Да. И что бы увидели? И мы бы увидели, что это только мы рисуем картину этого мира и самих себя в нем. А на самом деле? А на самом деле ничего больше и нет. Кроме как чего? То, что мы все это определяем. Вот это вот существование этого мира? Да. Вот такого, как он есть? Да. А какой он на самом деле? Можно назвать? Нет его никакого. А что есть? То, что ты определяешь. То, что ты определяешь, то и есть. Но я есть? То, что ты определяешь. То есть я определяю вот этот такой мир? И я определяю это, я в нем. Да. И все. И все? Ну, что есть. Как что есть? Ну, что есть. Кроме твоего впечатления о том, каким ты его рисуешь, ничего нет. Ну, хорошо. Допустим, я прихожу к этому. Хоть это и непросто понять. Я прихожу к этому. И что? И к этому ведет меня эта книга? Вот именно к этому? Да. Да? Говорят, что все-таки нас ведут к счастью. К какому счастью? Тебе кто-то говорит про заоблаченное счастье. О том, что в конце дней будет какое-то счастье. Ну, а к чему ведут тогда? Ну, мне хочется верить. Такому, чтобы ты познакомился с тем миром, в котором ты оказался. И вот так вот меня ведут, этими страданиями, ударами ведут. Да, да, да. Просто познакомиться с этим миром. Да. Ну, хотя бы что-то дайте. Ну, кроме счастья не может быть, чтобы... Ну, меня же для чего-то, я не знаю, бьют. Ну, не просто, чтобы я просто познакомился с миром. Ну, что-то я же должен приобрести от этого, от всего. Ничего ты от этого не приобретаешь, кроме места на кладбище. Ничего другого. Ну, мне все-таки хочется что-то услышать от вас о каком-то, я не знаю, замысле... Надо ничего. ...замысле каком-то хотя бы... Ничего, вот такие мысли, как у тебя, они только и тащат человека во всякие несбыточные мечты, мысли и так далее. Надо успокоиться, вы говорите, да? Конечно. То есть, если можно, тогда суммируем, я эту книгу жизни читаю, пишу, проживаю, мою книгу жизни... Да. ...для того, чтобы прийти к тому, чтобы... Ни о чем не просить. Ни о чем не просить. На этом можно остановиться? Да. То есть, я все время прошу, получается, да? Я что-то все время прошу. А вы говорите, а прийти я должен к тому, что ничего не прошу. Ничего. Вот так вот это мир, это жизнь, и я в ней существую для того, чтобы успокоиться. Можно об этом сказать так, что этим самым я принимаю все, что ко мне приходит? Вот это вот... Да. Это и есть результат этой книги, да? Да. Просто все принимаю. Все. Хочу все-таки добавить. Но все это, это добро, это что-то хорошее, или вы не хотите на это... Я не хочу говорить тебе того, что нет. Человеку очень страшно. И поэтому он все еще надеется на то, что получит какие-то... Дивиденды. Дивиденды, я не думаю уж настолько. Ну, что-то хорошее от этой жизни, тяжелой, в конце концов. Да, да. А вы говорите, все хорошее, это то, что ты все принимаешь. Да. Понятно? Это результат моей жизни и книги этой. Результат твоей жизни – это понять настоящую природу, в которой существует четкий закон. И если ты его выполняешь, то выполняешь. Если нет, то нет. И в этой мере ты согласен. Последний вопрос. Какой это закон? Это закон, что каждому по его труду над собой. Вот это добавка важная.